Я первый раз за много лет купила себе вот такую сумочку, потому что так классно, у меня здесь лежит камера, лежит моя пленка, и это так удобно, удобнее, чем рюкзак, и я сейчас так себя странно чувствую, я такой горжанкой. Такая погода в Питере, что смотришь в окно, смотришь, дождя нету, выходишь, гуляешь. Я, наконец, достаточно спокойно и в хорошем настроении, чтобы, как вы видите по названию, рассказать, что мы переезжаем в Финляндию. Наверное, с этого начнется этот канал, две секундочки вашего времени потрачу, чтобы рассказать, что на этот канал я просто переношу лайфстайл, который совершенно не вписывается в рамки канала про минимализм. На тот канал видео продолжу проходить именно в рамках заданной темы. Здесь все остальное, потому что предстоит переезд тоже, сколько всего произошло и сколько всего еще произойдет. Вернемся к Финляндии. Получилось все очень спонтанно. Когда мы были в Панаме, у меня уже был план на следующую страну, это Бразилия, я хотела в Иппониму, мне очень нравится эта песня, the girl from Иппонима, это моя любимая песня. Я уже все спланировала, я уже была готова, в принципе, как добираться, какие там меры, посмотрела много видео про эту страну и как там живется вот таким вот околоммигрантом. Но также в Панаме происходила такая еще одна линия событий. Начнем с того, что на Кюросао, вы помните, мы познакомились с большим количеством очень классных людей, и они стали нам друзьями. Кюросао, конечно, останется навсегда некой точкой, с которой мы будем возвращаться, оно никуда от нас не денется. Планы на этот остров большие. Там мы познакомились с этими людьми, и один из них очень хорошо отзывался о своей компании, поливные отзывы, и вот и все. И как-то он упомянул, что вы можете рассмотреть эту компанию, она очень классная, и если кто-то из вас захочет вернуться в корпоративный мир, на тот момент никаких предпосылок к этому не было, никто возвращаться не хотел, и даже такое негативное к нему отношение присутствовало. Но, что вы думаете? Пока мы были в Панаме, как-то мой парень вот созвонился с ними, в тот момент мы еще тоже ничего, абсолютно никаких планов на это не было. Это был просто такой звонок вежливости. Но до последнего не было каких-то планов именно переезжать куда-то. А в тот момент речь не шла о переезде, потому что они как бы ищут контрактников. То есть ты работаешь из своей страны по контракту, и все почти работники, кто работает именно как программисты, они именно контрактники из разных стран. Все эти разговоры, интервью, все это было в такой манере, даже не сказать дружелюбной, то есть это было абсолютно не похоже на вот этот корпоративный мир. Когда дело дошло до офера, честно говоря, в это место мы оба уже были немножко влюблены, и поэтому вот не знаю, офер был принят. Вы знаете, вообще была такая мысль, что все это так очень интересно складывается, потому что, понятно, были планы с Бразилией, но все равно вот именно в тот момент как бы не хватало чего-то. То есть да, место было, но что в этом месте делать? Это было таким вопросом открытым, как будто бы все, что случалось, это было такое очень закономерное, органическое такое вот течение событий. И это очень хорошо вписывалось в то, что вот вселенная подбросила тебе какой-то прикольный шанс, какую-то возможность. А вот дальше уже наступил такой момент, когда нужно было решать со страной именно с переездом, потому что никаким контрактником он работать не может, потому что нету принадлежности никакой стране. И поэтому нужен был вариант с вот этим имплойментом, то есть наймом на работу, чтобы взять какой-то вид на жительство и переехать в определенную страну. Значит, вчера я сидела на лавочке, замерзла, во-первых, потом встреча назначилась, господи, это солнце, это солнце. А потом встреча назначилась, и я не успела дорассказать историю, поэтому сегодня я ее дорасскажу до конца. В общем, выбор у нас был из двух стран, из Германии и Финляндии. В той и той стране, в принципе, мы были, но я, например, знаю, что был-то, не был, на самом деле это большого значения не имеет. Когда начинаешь жить, все немножко по-другому выглядит и играет другими красками. Сталкиваешься с какими-то службами, коммунальными, не помню, как это все называется, но миграционная, там, ла-ла-ла. В общем, много всего. Думали про Германию, но быстро решили, что не очень, и выбрали, в конце концов, Финляндию. В целом, даже если смотреть на всю Европу, мне почему-то чисто интуитивно нравится это больше всего. По поводу холода и климата, в любом случае всегда можно куда-то выехать, поехать в теплое место, и в жаре надоедает, в холоде тоже надоедает. Главное сменяемость климата, выезжать, куда-то греться, возвращаться, ну, в общем, как-то так. Кстати, я не рассказала самое главное, что мы-то собираемся осесть и, в общем-то, ну, переехать навсегда, как-то устроиться и хранить свои вещи. И вот мы решили, то есть уже какие-то переезды со всеми вещами, все, не планируется. Закончили с этим. Почему я забыла это сказать? Мне кажется, ну, я уже знаю давно уже, что мы переезжаем, уже несколько месяцев, и у меня уже, конечно, какой-то восторг притупился. Уже какая-то бюрократия вокруг, то сделать, все сделать. И я уже чисто с практической точки зрения смотрю, вот, нужно найти квартиры, там, поменять права, какие-то то сделать, документы. Есть целая памятка, что нужно сделать по приезду. Кстати, оставьте комментарий, если хотите, чтобы я сняла видео про бумажную процедуру, все, как это все происходит, время ожидания, документы, ла-ла-ла-ла, как это было у нас. Не то, что как нужно делать, не экспертиза, а вот такое видео про личный опыт. Ехать мы собираемся 15 ноября, потому что именно с этого дня будут доступны, будут действовать наши вот эти карточки, вид на жительство. 15 ноября, как раз первый день, потому что, ну, мы уже как раз две недели сидим, уже бы пора и уезжать. Мне кажется, уже со всеми по несколько раз встретились, всех повидали. Мы собираемся снимать квартиру, но это уже будет по приезду, будем стараться как можно быстрее это сделать. Вроде бы в Финляндии немножко легче найти квартиру, чем в Нидерландах, потому что я помню, в Нидерландах у нас были иллюзии, что мы можем выбирать. На самом деле, выбирать мы ничего не могли. Мы сначала такие писали квартиры, которые нам нравятся, а потом мы поняли, что нужно писать вообще везде, чтобы, ну, хоть что-то найти. Там спрос намного-намного выше, чем предложение. Здесь вроде бы не так, но опять же, когда пока ты не там, ничего сказать точно нельзя. Вроде бы как вариантов много. Что-то прям идеального, вот мы поглядываем так на квартиры, прям супер классного. Ну, не знаю, такой специфический там ремонт везде, везде часто одинаковые планировки во многих домах. И какой-то одинаковый вот вид кухонь как-то вот используется, плит. Мало в каких квартирах есть газовые поверхности, ой, газовые, я бы смысл, панели электрические. В основном это именно такое, знаете, когда вместе там духовка и плита. И все, конечно, сдается без мебели, поэтому предстоит, помимо всего этого, еще и покупка какой-то мебели. Ну, куда ничего нету, приходится. И кровать. А первую ночь нужно еще на чем-то спать, я помню тоже. В Нидерландах мы в первую ночь, в первый день сумели у соседей купить кровать, поэтому нам было на чем спать. Будем обустраиваться как-то. Я, конечно, хочу попробовать снимать каждый день на протяжении какого-то времени. Поэтому поставьте лайк этому видео, если, скажем, давайте так, если, не знаю, насколько это реалистичная цифра, если будет 150 лайков, я буду снимать каждый день вот с тех пор, как мы переедем, какой-то продолжительный промежуток времени. Ого, прям, а какой пряжуток времени, не знаю. Ой, не знаю. 150 лайков? Да. Мне кажется, я на видео легко 150 лайков набирается, нет? Ну, как минимум неделю. Это мне очень поможет решиться на это. Так что обязательно поставьте лайк, если... и помогите мне решиться. Мне немножко страшно, и, наверное, больше всего мне страшно за то, что я не смогу найти друзей. Я теперь понимаю, насколько мне важно иметь каких-то друзей, знакомых, с которыми можно сходить, погулять, поговорить. На самом деле не так важно, где ты живешь географически, в каком климате, не знаю, но главное, чтобы вокруг тебя была какая-то компания людей. Поэтому я как бы знаю, что делать, но все равно это такое, что нельзя предугадать, поэтому... не знаю, я надеюсь, что если я буду стараться и не закроюсь дома, то все получится. Теперь, видите, сделала отдельный канал для лайфстайла, потому что туда мне было довольно тяжело впихивать вот все эти видео. Я понимала, что тот канал тематический, и с одной стороны я хочу рассказать, почему у меня все лицо высыпало прыщами, а с другой стороны я не могу, потому что все-таки он должен остаться канал полезным и тематическим. И в то же время рассказать про прыщи я тоже хочу, потому что, может, кому-то это тоже окажется важной информацией. Эта информация мне не важная, просто она не подходит для того каналам. Поэтому я потратила какое-то количество времени, наверное, несколько недель, когда я пыталась у себя в голове обдумать этот момент, насколько мне нужно заводить этот отдельный канал, насколько это рационально в моем случае. И в конце концов я убедилась в том, что это единственное правильное решение. И, ну вот, я его и завожу. Это первое видео, поэтому обязательно подпишитесь на этот канал, помогите его немножко, как сказать, поддержите его, потому что тут пока ничего и никого нету. Это первое видео. Хотелось бы, конечно, чтобы все люди, кому это может быть интересно, они на него подписались. Но если тут не будет ничего, никакой активности, наверняка мне трудно представить, что будет. Я не знаю, что этот канал. Короче, обязательно подпишитесь, обязательно напишите поддерживающие комментарии. Это все единственная возможная поддержка сейчас вот моего творчества. Спасибо большое. Если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте в комментариях. Ссылку на мой телеграм-канал, на мой инстаграм, на все я оставлю внизу. Так что и до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok